Сначала мы прочитаем текст Тащимадхбхагавангиты с 9 главы. Самое сопровенное знать, текст 34. Это знаменитый текст, который повторяется не один раз в Бхагавалдите. Это тема, этот мотив. То есть Кришна повторяет в некоторых моментах в Бхагавалдите. Всегда думай обо мне. Бхагава стань, мат мой, хакта преданный, мат мой, яджи поклоняющийся, мам мне, намас куру выражая почтение, мам мне, эва полностью. Ты придешь, будучи поглощенным, эвам, таким образом, атманам, твоя душа, мат параяна, преданное мне. Перевод стиха. Всегда занимайся у мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, падая низ передо мной и поклоняйся мне. Итак, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Здесь используется ман-мана, бхава, слово бхава используется, известное слово. Мы понимаем слово бхава в основном как предварительная стадия любви к Богу, бхава. Достигшие бхавы, стхай бхавы, то есть твердые бхавы, считаются освобожденной душой. Если рассматривать градации развития преданного служения, то уровень бхавы фактически уже уровень освобождения от материального природы. То есть помните, начинается с Шрадхи, Адао Шрадха, Тато Садду Санга, то есть потом после веры человек общается с святыми, преданными, вступает в круг общения. Затем Баджана Крия, Тато Баджана Крия, он сам может практиковать, вдохновляется, принимает опыт, может действовать, совершать практику, и затем анарт-аневритий, то есть сердце его очищается, нет недостатков, считается, нет пороков, анарт-аневритий, процесс очищения сердца. И затем ручи. А еще твердая вера, нишка, нишка, нишка это твердая вера, когда человек непоколебим, становится в преданном служении. И затем ручи, вкус, вкус святого имени. То, что мы хотим достичь, достигается после очищения сердца. Ручи. А ручи переходят в более глубокую стадию, в сильную привязанность к Кришне. Буквально говорится, как Мачарий приводит пример, как юноша спонтанно привлекается девушкой, ему не нужна какая-то практика больше, тренироваться в этом, смотреть на нее, изучать, чтобы почувствовать вкус. То есть, естественно, уже это есть в этом, уже есть, привязанность развивается. Они влюбляются вот так, асакти. То есть практически непредалимая привязанность асакти. И уже следом за асакти идут вот эти уровни пхавы. И вот пхава — это предварительная стадия уже как таковой любви к Богу. Она сгущается и становится постепенно, проходя через некоторые стадии еще сгущения, этот концентрат уже прямо, прямо, прямо в акте называется. Это конечная стадия развития этого процесса. И все эти ступени, одно условие, должны быть связаны с Кришной. Потому что верить можно во что угодно. С святыми можно считать тоже кого угодно. Практика у людей может быть разная, правильная, неправильная. Очищение сердца тоже человек может понимать относительно, по-разному, как ему удобно. То есть это нужно именно связать с Кришной. Например, Прабхада, он дает описание честности. Если вы это связываете с Кришной, вы сможете понять полностью этот термин, этот смысл. Если нет, то только отчасти. И вот приводит пример, что если вы не посягаете на собственность Бога, вы честны. На собственность Кришны вы честны. Это максимальное представление честности. Все принадлежит Богу. И вы не посягаете на чужую собственность. Зная, кому все принадлежит. И принимайте только выделенную долю для себя. При помощи чистого, неоскребленного разума. Это можно долю выяснить. Это честность. Но он говорит, что у людей тоже есть своя честность. Они воруют друг у друга, а потом говорят о честности. Как честно распределить все это? То есть тоже есть. Поэтому все эти ступени, о которых мы упомянули, должны быть связаны именно с Кришной. Таково условие. Идеальной чистоты. То есть сама чистота значит беспримесная чистота. Если мы говорим, что любовь значит чистая любовь. Но у людей тоже есть понятие любовь. Иногда то, что они называют любовью, совсем не является любовью. Потому что это может быть вожделение. Это может быть похоть, это может быть жадность, это может быть какие-то анардхи. Так, анардхи неврите. Вот эти анардхи должны быть устранены как? Эдитируя на Кришну, на безупречную личность, не имеющую никаких недостатков. Безграничную, безупречную, неочерпаемую, изначальную. Вот так важно знать о Кришне. И пхава, когда человек испытывает вкус именно к Кришне, это значит, что он, все остальные вкусы как бы поглощаются этим. Например, мне нравится вкус пищи. Каждому нравится вкус пищи, если он голоден. Но если вы эту пищу связываете с Кришной, вкус просада поглощает вкус пищи. Становится не так уже важен вкус пищи. Если это освященная пища, вы получаете более высокий вкус. Даже если это невкусно получилось в какой-то момент. Все же вкус просада превосходит все это. Это из опыта великих очарьев. Вот так они смотрели на пищу. И говорится, что если даже маха просад, пища, предложенная божеству, чистыми преданными, выпадает из пасти собаки, вы можете съесть, он не осквернит вас. Такая сила, такая мощь просада. Тогда как обычная пища, она принесет инфекцию, конечно же. И так же зависит от сознания. Если я еще не на вот таком уровне, может, я не должен имитировать. Если я съем слишком острую пищу, даже если это просада, могу и заболеть. То есть имитировать тоже нельзя. Но если говорить о просаде, вот об этом вкусе Кришны, он таков. Он поглощает все остальные вкусы внутри себя. Не устраняет, поймите. Потому что Кришна ничего за свои пределы не может устранить. Он везде поглощает. Как бы все это связывает, объединяет. Как, например, до сознания Кришны, если мы не были знакомы с такой философией, мы не могли связать, почему много разных религий, почему люди враждуют, почему есть мужчина и женщина, в чем смысл жизни, у каждого он свой. То есть столько фрагментов всяких, всяких знаний, трудно связать в единое. Но как только мы узнали философию Кришны, в Агавад-Гитту все связалось. Все, стал ее в единое. То есть вот Кришна должен быть в центре этой практики. И Пхава здесь, Прабхады переводят интересным образом слово Пхава. Пхава означает предварительную любовь к Богу. Пхава означает также рождение. Понимаете, почему? Да? Почему рождение? Это как бы очень похожие понятия. Пхава означает... Или жизнь Пхава также означает. Жизнь, рождение. То есть то, чем я живу, с чем себя связываю. И вот человек родился, и он все равно связывает себя с этим телом. С полом этого тела, с национальностью этого тела. Это тоже называется Пхава. Видите, вот это очень сильное понятие. И очень трудно как бы поколебать. А СТХА и Пхава означают, что она непоколебима вообще. Например, человеку может надоеть, жить. И даже есть примеры суицида. Да? Это не СТХА и Пхава. Это Пхава рождение. Но от нее можно и отказаться, когда невыносима жизнь, допустим. Не СТХА. Но СТХА и Пхава — это вечный принцип. Вы не можете его изменить никак. Или еще называется САНАТАНА ДХАРМА. То есть это вечное ваше свойство. Неизменное ни при каких обстоятельствах. Белый вы или черный, христианин или мусульманин, или кришнаит, или неверующий. У вас есть природа. Неизменная природа. Это служение. Харе Кришна, Харе Рама, 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 Харе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это называется Санатана Тхарма Тхарма религия, вечная религия И вечная религия, когда человек досягает любовного, трансцендентного, нематериального, то есть бескорыстного служения Богу Это высшее, это называется Санатана, вечная природа живого существа Ее нельзя забыть или изменить Вот стха и пхава на санскрите также означает, что это твердая пхава, которую вы не можете никак изменить Вы даже не расстройтесь, если будете умирать, потому что вы знаете, я рожусь и снова продолжу служение Кришне Вот это очень сильное, мощное сознание, называется стха и пхава Но здесь в этом стихе, посмотрите, слово пхава Пурбада описывает стань Переводится, еще одно понятие, то есть очень емкое понятие Пхава, стань таким Здесь говорится, стань моим преданным, пхава Или мы могли бы точнее перевести, или как синоним найти, синоним найти этого слова Кришна говорит, влюбись в меня То есть стань влюбленным, если это слово еще раз смотреть шире Пхава, пхава это любовь, предварительная любовь к Богу Все поглощающие, выше всякого вкуса материального, выше всех привязанностей Пхава, фактически вы освобождаетесь, вы уже независимо от материальных вкусов каких-то, достигая пхавы Вы не замечаете просто объектов чувственного восприятия, они на вас не влияют И здесь, как бы, Кришна говорит, пхава, стань Вот таким влюбленным, глубоко влюбленным Ман, мана, всегда думай обо мне Можете представить, всегда думать о Кришне вообще? Что за состояние ума такое? Это означает, что вы становитесь подобны сумасшедшему Ни о чем другом думать не можете Что ум как бы останавливается на Кришне И вот приводится пример гопи Вриндавана Когда Кришна утром уходит пасти коров Гопи остаются в Вриндаване Домах И заняты домашними делами У них много домашних дел Нужно пахтать молоко, нужно убирать и так далее У них есть семьи Оно Кришна там пасет коров Он глядит на флете Слышно иногда какие-то рожки Доносятся звуки издалека Или с Гордхана, или с Емуны Гопи на самом деле полностью поглощены Вот Кришной там В лесах Вриндавана И все домашние дела они делают Как бы автоматически неосознанно И когда их родственники спрашивают о чем-то Они отвечают Кришна Они подобно как бы безумным становятся Потому что ум их полностью Всредоточен на Кришне И не может никуда отклониться Это называется вот это вот Матмана Думай обо мне То есть мы должны знать Что мысли о Кришне Это не одно и то же Как мысли о чем-то материальном Или о каком-то человеке Это называется еще другим термином Техническим самадхи То есть полное погружение Если ум погружается в Кришну Чувства тоже погружаются в Кришну Они идут за умом И разум здесь говорится Так же Разум Выражая почтение мне Поглощенным так Да Таким образом Весь ум Разум можно сказать так Тоже в этом контексте Тоже самое можно добавить Разум означает Что Кришна становится Целью жизни Ничего другого нет Другой цели жизни То есть стань таким И Кришна говорит Несомненно придешь ко мне Вот в таком состоянии Ты несомненно В этом мире не заблудишься Вот куда ты идешь Трудно понять Чего человек достигнет Через 10, 15, 20 лет Или в конце жизни Вот куда-то же он идет Он не знает куда он идет Что в мире все довольно сложно Даже если выбираете дорогу Можете сбиться с пути Кто-то вас может сбить с пути С толку Тут перестройки Тут личные проблемы Тут семейные какие-то Непостоянные тоже отношения Политика Тут все как-то сложно очень Выбрать какую-то ровную дорогу Сейчас трудно И обычно люди запутаются В жизни полностью Они страдают все больше и больше И что бы ни делали Их положение не улучшается На самом деле Как вот современная цивилизация Хороший пример Положение людей не улучшается Хотя внешне кажется лучше На самом деле лучше И Кришна говорит Вот так С таким сознанием Кришны Когда ты в меня погружен Ты не заблудишься Ты несомненно придешь ко мне То есть это Ровный верный путь Вот видите как Здесь мы должны Как бы путь Кришны Выбрать через внутреннюю энергию Внутренними усилиями Ни космические корабли Не помогут нам достичь Духовного мира Ни философские изыскания Ни астрономические вычисления Не могут там показать Где это А сфера находится Потому что она Внутри всего И вне всего И не внутри всего И не вне всего Вне двойственности Мы не можем это достичь Материальными способами И нет таких умов Мыслителей Чтобы понять это Именно умом Но когда ум Погружается к Кришной Все становится ясно Вот как бы Кришна Входит в ум И так же как Кришна вошел В глаза Арджуны И Арджуна Вилосирянскую форму Но Кришна сказал Арджуне Ты просишь показать Ту форму В которую я вхожу В это космическое проявление Но этими глазами Арджуны Ты не увидишь это Это обычные Человеческие глаза Это невозможно Я тебе наделюсь Сейчас другим зрением Божественным Кришна как бы дает ему Свои чувства Свои органы восприятия Как это вот Все таки Бог видит Все это Интересно Как он из живых существ Как он Повелевает время Он все это же знает И время знает И гуны знает И всех живых существ знает И все планеты То есть он как бы Одновременно все воспринимает Это знание называется И он говорит Я сейчас дам тебе такое видение На короткое время Узри Говорит мистическое могущество Созерцай И Арджуна начинает видеть 11 глава описывает Все это как Арджуна Видит вселенскую форму Арджуна чуть с ума Не сходит От такого потрясения Что на самом деле Видит всю вселенную В одном месте Что никто до него Не видел Никакие мудрецы Неполубогие И после него Никто такую вселенскую форму Больше не видел Кришна показывает ему Дав ему Как бы свои чувства Поэтому он говорит В Бхагавадгити в этой главе Что посредством этого знания Ты сможешь Непосредственно увидеть все Не понаслышке А непосредственно увидеть все Религию ты можешь увидеть Глазами Почувствовать носом Услышать ушами Попробовать языком Прикоснуться касанием И мысль твоя Будет тоже с этим Соприкоснуться непосредственно То есть ощутить мы хотим Это важный момент Ощутить Ведь люди седают Что Бог вроде есть Но как его ощутить И мы вчера говорили о том Что же нам мешает Какие препятствия На этом пути Чувственное восприятие Все Вот эти органы чувств И чувственное восприятие Нам мешает Увидеть Бога Больше ничего Поэтому есть технический момент В шестой главе Бхагавадгита описывается Уйди С решимостью от людей Это Тьяна йога Описывается Или Аштанга йога Уйди с решимостью Так чтобы не думать О возвращении Вот что нужно Это технический момент Нет любви Нет Но есть решимость Есть желание Достичь цели Есть может быть амбиции Мало ли что есть Но вот решимость нужна Если уж ты занялся йогой То должен знать Обратно возврата нет Нужна решимость Решиться на такой поступок нужно То есть то что сейчас В клубах йоги Это лишь часть Частичная йога Это не настоящая йога Элементы йоги Уйди в святое место В уединенное место Чтобы не думать И не видеть что делают люди Не соблазняться этим И там нужно успокоиться Нужно сесть в позу лотоса На траве куша Сверху оленья шкура Все предусмотрено От насекомых От погодных условий И ты не должен бояться Этого места Глухого Освободиться от страха должен Там может быть Хищник какой-то появится Или там ветка хрустнет Кто-то еще смотрит Днем и ночью Ты должен сидеть Заниматься медитацией Без страши И еще одно условие Не думать о половом желании Вот три условия Решимость Без страшие И не думать о половом желании То есть вот человек Может заняться йогой И не возвращаться обратно Уже И затем Затем Нужно Работать с дыханием Когда мы усвоили асаны И чисто технически Нужно при помощи дыхания Остановить деятельность чувств Когда вы Останавливаете глаз Вы не видите свет больше Когда вы Останавливаете ухо Вы не слышите звука И каждый орган чувств Когда вас при помощи йоги Останавливаете Как бы он Умирает Как будто Вы не умираете Называется Умерщвление плоти Еще процесс Йога Вы как будто Вы умираете Потому что Перестаньте видеть Объекты чувств Слышать объекты чувств Начинаете видеть Слышать по-другому Внутри себя Туда Пускайте Все эти органы Восприятия Внутри себя Погружайте То есть Они получаются Умом И затем Когда вы Остановили Восприятие чувств Можете На самом деле Ощутить В какой мере Вы находитесь Вот и все Все просто Несколько тысяч лет Медитации И все И вы достигаете Сознание Кришны Технически Можно достичь Смотрите Потому что Препятствия Это наши Органы восприятия Когда вам делают Анестезию Какого-то места Вы трогаете В эту плоть И думаете Не я Это не я Вы по-другому Все ощущаете Но как только Чувство возвращается В эту плоть Вы уже Снова оцениваете Как это я Это тело Видите Пока там есть чувство Вы себя чувствуете Этим телом Нет чувств Никакой связи Вы не чувствуете Вы видите Совершенно по-другому Все эти Это связка Костей какая-то Именно вот это Чувственное восприятие Сбивает с толку Человека Здесь Пропада говорит Ведь в этом стихе Ясно говорится Что сознание Кришны Единственное Средство спасения Из оков Этого полного Скверно материального Бытия Случается Что некоторые Недобросовестные Комментаторы Искажают Значение сделанного Сделанного здесь Ясного утверждения О том Что следует Что следует Преданно служить Верховной Личности Бога Кришне И только Ему одному К несчастью Безостенчивые Комментаторы Сбивают читателей С толку Своими ошибочными Идеями Они не знают Что нет различия Между разумом Кришны И самим Кришной Кришна Необычное Человеческое Существо Он Абсолютная Истина Его тело Ум И он сам Абсолютная Суть Одна Бхакти-Ситата Сарасвати Госвами Ванна Бхаши В своих комментариях Читания Чаритамрити Пятая Глава Уделила Аделила Стихи 41-48 Цитирует Из Курма Пураны Дига Диги Витхеда Ям Нешварей Ведя Тек Вачит Что означает Что нет разницы Между Верховным Господом Кришны И Его телом Но поскольку Комментаторы Не знают Науки о Кришне Они пытаются Затемнить Его И отделяют Его Личность От Его разума И тела Это полное Непонимание Науки о Кришне Однако Некоторые Извлекают выгоду Из того Что вводят Людей в заблуждение И Следующий абзац Пропада Это наша Вчерашняя мысль Я прочитаю Небольшой абзац Наша вчерашняя тема Здесь Пропада пишет Существуют люди Демоны по натуре Которые думают о Кришне Но с завистью Таким был Царь Камца Дядя Кришны Он тоже всегда Думал о Кришне Но думал о Нем Как о враге Он постоянно Находился в беспокойстве Ожидая Когда же Кришна придет Убить Его Такой вид Мышления Не поможет нам Человек должен Думать о Кришне С любовью И преданностью Это есть Пхакти Он должен Постоянно Расширять Свои знания О Кришне И делать это С помощью Истинного Духовного Учителя Кришна Верховная Личность Бога И как мы уже Неоднократно Объясняли Его тело Нематериально Оно вечно Истолнило Блаженство И знания Такие мысли О Кришне Помогут Человеку Стать Его Преданным Иное понимание Кришны Подчеркнуто Из неверного Источника Не принесет Должных Результатов То есть Это стих Очень сложный Пока Есть сердце Зависть Очень трудно Понять Этот стих Это имеет в виду Прорубь Здесь И есть Враждебное Чувство Кришны Тем более Очень сложное Понять Но представьте Человек вам Завидует А вы говорите Влюбись в меня Думай только Обо мне Это вызовет Еще большую Большую Зависть Еще большую Реакцию Верно Еще больше Ответ Больше Агрессии Еще вызовет То есть Как Если змея Пьет молоко Яд Только увеличивается То есть Молоко Хороший продукт Но природа змеи Такова Что этот Хороший продукт Только усиливает Выработку Яда То есть Так работает Ее организм И ум Потому что Змея Это символ Зависти Среди живых Существ Она накапливает Только яд Что бы она Не принимала Молоко Лилии Мед В итоге Будет только яд И когда яд Накапливается Он жжет Эту змею Она не может Просто спокойно сидеть Ей нужно Кого-то укусить Такова природа Змеи Поэтому Если такие Как бы сладкие вещи Такой нектар Говорить Завистливому человеку Результат Будет как бы Прямо противоположный Как к удивлению Иду по Невскому проспекту В 89-м Восьмом году Книги распространяю Идет человек С удочкой Видимо Пошел на него Рыбула Ведь Маленького роста С бородой Я ему сказал Вот Книги о Боге Прямо сказал Ну раз он С бородой Я рискнул Что бородачей Было тогда редко В Советском Союзе Если бородач Какого-то Свободомыслящий Обычно был человек Он сказал Бог О Боге Ты знаешь Кто я Он сказал Я и есть Бог Я читал Тоже Боговодит Что есть Такая категория Людей Которые Называют Асурам Пхавам Пхава Опять же Слово Они чувствуют Себя Богом Ощущают Пхава Мняк себя Богом Настолько сильно Что Уверены в этом Что человек Это и есть Бог То есть он Разовьет Свои способности Либо станет Богом Либо уже Бог Он винят Природы То есть он Предмет Гордости То есть Человек Он звучит Гордо Горький Сказал То есть Это всегда Изучается В этом направлении В направлении Как бы Божественности Человека Я читал Об этом Боговодит Что есть Асурам Пхава Особая Пхава Асурическая Которая Не просто Говорит Что мы Станем Богом Я уже Сейчас Бог Я уже Имел Некоторую Подготовку Философскую К тому Времени И Слышал Что нужно Спросить В этом случае У человека Если Вы Бог Тогда Покажите Вселенскую Форму И он Сказал Как это Было Предсказано Он Сказал Мне некогда И пошел На рыбалку Но я Увидел Впервые С собственными Глазами Что такие Люди Есть Асурам Пхавам Которые Вот так Вот этим Живут Пониманием И Позже Я уже Много Раз Влечал Подобных Людей Один Из них Был Молодой Человек Который После Лекции Мне Пожалуй Руку Подошел 21 Год Переставился И сказал Я Бог И смотрел Мне в глаза Я просто Его поздравил Уже по опыту Знал Что Не нужно С ними Ссориться С богами Я его Поздравил Он был Очень Удовлетворен Этим Он сказал Как вы Это Оцените Вы что Ничего Не скажете Я Спросил И все Это Признают Все Согласны С этим Вокруг Он Говорит Нет В другом Идиоты Никто Этого Не понимает Не могу Доказать Это Никому Вот В чем Проблема Я Бог Но Люди Глупые Вокруг Вот Вот Такие Вещи И Представьте Как Такому Человеку Сказать Предайся Кришне Есть Даже Такие Комментаторы Есть Люди Которые Образованы Изучают Веды И они Знают Вот Кришна Исторические Хроники Есть Пураны Есть Махабхарата Описана Цивилизация Прошлого То есть Историки Подтверждают Эти факты Сейчас Все больше И больше Что это Не легенды Не Иносказания Это Исторические События Поле Курукшетра До сих пор В Индии Существует Станция Есть Такая Курукшетра Мы были Там На Курукшетре Это Дух Там Присутствуют До сих пор Курукшетры Это Священное место Курукшетры И в этом Священное место Была Мировая война Братоубийственная В присутствии Кришны Это было То есть Все Военные силы Были уничтожены Потому что Эти военные силы Злоупотреблялись В обществе И покоя не было Поэтому План был таков Что все военные силы Будут уничтожены Начнется новый Виток цивилизации То есть Военные Не хотели Жить в мире Они Начали делить землю Начали тут Узурпировать власти Начинали здесь Притеснять Браманов и прочие Становились демонами Один из таких Демонов Был Камса Дядя Кришна По матери Которого Кришна Убил Дядю родного Он был демоном Он хотел Убить Бога Одно дело Я Бог Но если есть Какой-то другой Бог У меня проблемы Это зависть В Риге Есть место Очень прекрасное То есть там Преданные Это уже Их земля Заповедник Там фестивали проводятся Там прекрасное место Заповедник Там живет Пара аистов Семья Такая знаете Такой столб Там колесо Там не гнездо И они Обзревают всю эту территорию И у них Видимо Есть свои какие-то Вот Границы Своей Своей территории Где они Где они Чувствуются хозяевами Наш аистов Он спускался Каждое утро Каждое утро И ходил по территории Пешком Каждое утро Он проходил И осматривал Все ли здесь в порядке Я повторял От природы аистов Мне казалось Птица мира Да Говорится Это много аистов Сейчас очень много Люди считают Что птица мира Он поселится И будет счастье И удача Но в Багаватам Говорится Что один из демонов Принял форму аиста Это был Бакасур Бакасур И вот я убедился Что это Бакасур Знаете Что он делал Он бросался В эти окна И стекла Которые отражали его Он так бил Клювом Лапами Крыльями С таким грохотом Как он вообще Живой остается Эти стекла Ну какие-то закаленные Слава Богу Он не смог разбить их Он разорвал Всю эту сетку Покрытую Которую покрывала Окно антикомарина Разорвал ее Кровь текла у него С клювой Все стекло было в крови Представьте Он бился с такой силой Потому что видел там Соперника Другого хозяина Он хотел бы уничтожить его Видите Это действие В всех живых существах Это зависть Как бы врожденная Или как бы животная Неосознанная Неинстинктивная То есть животное Неосмысленное А все человеческое Оно осмысленное А животное неосмысленное Вот человек влечет Противоположный пол Это животное А осмысленное Когда он брак Это заключает И ради какой-то Высшей цели Это уже человеческое Как бы А еще есть божественное Где нет никакой Зависти вообще Не существует И вот Кришна Пришел на планету Он показал Жизнь как бы Без зависти Как это Отношение без зависти 16108 цариц у него Никакой зависти Никакого соперничества Танцевал Гопи по ночам С Гопи Воровал масло Он делал странные вещи Не так ли Но люди Все цивилизованные люди Все ачарьи Поклоняются им Воле того Когда мы изучаем Эти отношения его Гопи Гопи с Кришной Или вот цариц С ним Мы избавляемся От вожделения Удивительно Там оказывается Нет вожделения Там что-то другое Там нет зависти Это какой-то другой мир Который наполнен Тоже таким же разнообразием Там есть и женщины Мужчины Там есть также Отличная форма жизни Но там нет Мертвой материи Там нет Этого животного Инстинктивного Какого-то существования Там все полностью Осмысленно Они переживают Каждую секунду Своим мгновением Кришну в сердце И осознают его Там это тень и невежество И когда Кришна спустился То все были рады Весь мир Кроме Камсы Ну и еще нескольких демонов То есть его друзей Демоничные люди Они были очень разгневанные Они думали Днем и ночью о Кришне Как о врагеи Потому что хотели убить его А Камса особенно Потому что было предсказано Что именно Кришна Убьет его Он хотел покончить С ним как царь Ирод Когда-то хотел Всех младенцев убить Камса сделал то же самое Он высчитал Когда этот ребенок Уже пришел То есть ему Дурга сказал об этом Уже явился тот Кого ты боишься И Камса подумал Нужно уничтожить Всех детей Которые родились Примерно год назад Всех младенцев Перебили Камса действовал Таким образом А затем он услышал Нет Не убит тот Кто убьет его А играет во арендаване Радуется Веселится При таком знаете Тотальном контроле Камсы Кришна там Праздник устраивал Каждый день Было вообще Плевать и на Камсу На всех демонов И Камса Не мог войти во арендаван По определенной причине Он послал туда Великих демонов Великих мистиков Самых сильных Того времени И первая была женщина Ведьма Она обладалась Ситхами Потрясающими Она меняла облик Она перемещалась На ветки Врыванные с корнем дерева В пространстве И она эту силу брала Из плоти Новорожденных детей Именно Жизнная сила Там очень Ну Дети Представьте Младенцы Это вся жизненная сила Она питалась Этой жизненной силой И поэтому Была очень могущественная Сколько он уничтожил Младенцев Никто не знал Кровожадная была Демоница Женщина И Камса позвал Сказал Путан У меня к тебе есть Я тебе приказываю Там Во Вриндаване Есть так называемый Гришна Убей Он родился Не так давно Это как раз Твой профиль Твоя работа Путан Сказала Приказываешь Мне Зачем Мне приятно Это делать Я это сделаю Просто с удовольствием Это мой вкус Кровь младенцев И она пришла В Вриндаван Она понимала Чувствовала Что это какая-то Великая личность Камса его боится Он полубогов Даже не боялся Камса Полубоги его боялись Это тоже был Очень сильный Могущный мистик Но раз Камса боится Этого Кришна Должна быть Непростая личность И что Проникнуть В Вриндаван Путана обрела Потрясающей красоты Облик Как будто Была какая-то Богиня Какой-то Планеты Высшей Даже Бриджабаси Когда увидели Были очарованы Наверное Какая-то Сама Лакшми Пришла Спустилась В Вриндаван Чтобы увидеть Кришну Он же недавно явился Тут даже Полубоги спускаются Чтобы получить Даршин И она беспрепятственно Вошла туда Ослепляя своей красотой Фигурой Очарованием Глазами Кстати Сколько в ней было Добродетелей Еще оставалось Невероятно Она вела Кришну Сразу почувствовала Как мистик Это дитя Может уничтожить Вселенную Очень большая Жизненная сила Я ее улыбью Пока он Младенец И стану этой силой Я обрету Такую же силу Она Стрепетом Взяла его на руки До этого Она умазала Свою грудь Ядом Такой план Чтобы Кришна Взял ее грудь Высосал яд И умер Все просто Ребенок Естественно Примет это Пута Она взяла Пережала его к своей груди Приблила Таксари Там была Ишода Которая Вообще не препятствовала Какая-то прекрасная Богиня Пришла накормить его Небесным молоком Своим Материнским молоком Кришна станет Мудрым после этого Чистым Освещенным Она вообще не заботилась Как о сыне О нем И Кришна Очень зло Схватил Сосок Описывается Вот она Ой И потянул Всю жизнь Несилосла Вытаскивается Вот она Ты же ребенок Отпусти Отпусти И она приняла Свою эту Гигантскую Форму Страшил Несколько миль И вот эта Вся громадина Упала На землю Вриндавана Все удивились Откуда Это чудовище Все было Только что Хорошо И красиво И такое чудовище И Кришна На груди Играет Катается По этой груди И играет Как этот Младенец Как будто Выпил Всюю жизненную силу Это был Первый демон Который убил Кришна Камса Послал И все Остальные демоны Тоже были уверены Что смогут убить Кришну И Тринавар И Бакасура И Акасура И другие Все были убиты Кришну Он просто играл Что его тело Садчитананда Виграха Он не может быть Мертвым Он всегда живой Вы не можете С ним ничего сделать Никакое оружие Душу не берет Говорит Сабагавдите Ни огонь Ни металл Ни растворение Никакие химические Воздействия Не действуют Душа Бессмертна И Кришна Это высший дух Говорит Душа Душ Все Сверхдуша И Камса Видел Как все это Все его планы Рушились В конце концов И последний план Был таков Кришне Уже 11-12 лет Он убил Всех Могущих Самых могущих Демонов Сильная личность Необычная личность В таком возрасте Это редкость И он задумал Другой план Я сделаю Состязание Матхури Соберется Весь народ Вся страна На этих состязаниях Лучших борцов И бойцов Гуру Боевых искусств Будут там присутствовать На этих борцовских состязаниях Я приглашу Кришну Бавараму Участвовать Несомненно Эти бойцы На состязаниях Убьют Кришну Бавараму Он был уверен Потому что Это были гуру Всех воинов Всех демонов Того времени Великие были Мастера Боевых искусств Начинать Чанру и Муштика Главные были Непобедимые были Существа Неважно С оружием Вы с ними Или против оружия Сколько вас Не имело значения Он строил борцовские состязания Готовился к ним Кришна пришел В Матхуру Это Акрура Все устроил Акруру Он послал как преданного Преданный привез Кришну В Матхуру Кришна знал Кришна знал Об этом состязании Но он не пошел Сразу на эту арену Он пошел Просто гулять По Матхуру Улыбался Смитрянный житель Очаровывался Подругой убил Красильщика тканей Оторвал ему голову Выпрямил Кубджу Его горб Сделал его красавицей Мы слышали Эту историю Он просто Развлекался Опять же Что Кришна Независим Говорится Это личность Бога И потом На следующий день Были состязания Кришна убил Все борцов с Баларамой Немножко поиграли С ними И покончили Все эти Горы мускулов Лежали бездыханными И Кришна Затем посмотрел На Камсу Как же сравнивается Как говорится Блудница смотрит На мужчину Такое сравнение Слышал от печали И Камса понял Ооо Такая сила взгляда У Кришны Такое вожделение Ко мне Что я не знаю Что делать Он так хотел Его убить За то что Он столько Злодеянин сделал Хотел так Освободить Своих предных Мать и отца Которого он В тюрьме держал Кришна же в тюрьме Родился у них Они всю жизнь Сидели в тюрьме И Кришна Покончил С этими бойцами Посмотрел на Камсу И пошел к нему Без оружия Волосы бы Разметались Глаза покраснели От гнева Костроли Как лотос Такие яркие А сам Как грозовая туча Его в таком найти А вот худа Такой знаете Как огонь Он просто пошел Без оружия Акамса У него был меч Щит У него был Доспехи И он встал С этой своей асаны С его трона Достал меч У всех У всех на виду Всего этого стадиона Там было много Много людей Были мудрецы Приглашенные Были родственники Кришны Были друзья Были сподвижники Камсы Там много было народу Вся матхура И он стал размахивать Мечом Но уже Он не был В сознании Должен Не был в сознании Кришны Так он не мог Попасть в Кришну Ни мечом Ни рукой Даже взглядом Не мог уловить Ничего Он уже как бы Чувства были Его расстроены Полностью Кришна просто Подошел к нему Вот так вот Меч выбросил Взял его Заволос И с трона сбросил И поволок На арену бросил И колоком бил по голове Пока тот не умер И Камса Непобедимый Камса Которого Полубоги боялись Лежал бездыханный И вся арена Молчала Потому что никто не верил Это Камса Были убит Вот этим юношей Племянником Нет Не может быть Камса Невозможно убить Так Кришна Сделал так Он намотал Волосы на руку И проволок Его парень И все поняли Мертв И тут все Взревели Пошел Камса Мертв Да Когда же Кришна Придет хотя бы в Россию, с России начать надо позвать его но Камса о нем Ачарьи говорят, необычная личность он думал о Кришне день и ночь он думал ум был, в этой йоге находился но про Бхага такие мысли не рекомендуется, это не Бхакти и даже в таком настроении Камса получил освобождение, когда был убит Кришна его душа освободилась из плена материального потому что это Кришна, он не завидует никому он защищает своих преданных но при этом не завидует демонов которых убивает можно было видеть в то время, описывается в Пуранах когда кто-то из демонов погибал от его руки как маленькая духовная частичка выходила из тела демона и входила в тело Кришны никуда-то еще такой результат который даже йоги достичь не могут за большим трудом и так следует занять свою ум мыслями о вечной форме, первичной форме Кришны сердцем полном убеждения что Кришна, Верховный Господь нужно отдать себя поклонению Ему в Индии сотни тысяч храмов где поклоняются Кришне и преданно служат Ему люди выражают свое почтение Кришне падая ниц перед Ним они склоняют голову перед Божеством Кришны и посвящают Ему свой ум, тело и деятельность это позволит полностью без остатка погрузиться в Кришну и поможет перенестись на Кришна-локу не следует позволять недобросовестным комментаторам сбивать себя с толку необходимо участвовать в девяти видах преданного служения начиная с пения и слушания о Кришне чистое преданное служение есть высшее достижение человеческого общества но это вершина, о чем Грубада здесь пишет затем Бхагавадгити Кришна будет Арджуне говорить что если ты так не можешь делать стать таким преданным можешь тогда работать для меня посвящать плоды деятельности то есть альтруизм благотворительность совершать какую-то потому что в седьмой главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что не очистившись от грехов прошлых и не прекратив грехи делать сейчас невозможно начать чистого преданного служения то есть причина нашей зависти накоплены грехи но представьте, человек грешен ему говорят Бог ну зачем мне Бог? значит мне что, за грехи придется отвечать? не хочу никакого Бога то есть грехи как бы определяют мою позицию мне неблагоприятно принимать понимаете, Бога неблагоприятно зачем мне Бог, который будет судить меня потом а я не хочу, что меня кто-то судил я грешник и не хочу я хочу остаться свободным, несмотря ни на что то есть очень сложно человеку принять сердцем Бога хотя люди есть, которые начинают каяться перед Богом, не принимая его просто каются, прости меня грешно потому что я страдаю сильно за эти грехи у меня нет другого выхода, как просто повинную голову меч не сечет просить прощения, потому что я уже невыносимо страдаю в этой жизни не значит, что не предаются Кришне но у них просыпается как бы некое благородство когда обращается к Богу это уже хороший человек, начало хорошей жизни то есть его позиция меняется и видите, говорится, что вообще-то преданные становятся, когда уже сердце очищается тогда Кришна становится желанным а до этого момента говорится, можно слушать и повторять постоянно, потому что раз услышать недостаточно два недостаточно ежедневно нужно слушать что-то о Кришне какие-то игры чтобы постепенно, постепенно можно эту грехи сжечь просто слушанием просто слушанием говорит, это самая благочестивая высшая благодоверительность слушание Кришне это непростая работа и если это делать постоянно постепенно склонность к оскорблениям и зависть будет проходить и вкус восстановится как? Рупагасами говорит, что святое имя Кришны это как леденец сладкое но если есть желтуха, болезнь, кажется горько что делать? принимай леденцы все равно потому что это есть лекарство с желтухи просто повторяй тогда как обязанность и постепенно это сладкое оно же лечит желтуху желтуха уйдет постепенно и вкус вернется к тебе ручей ты почувствуешь сладкий вкус на самом деле имя Бога высший вкус и постепенно человек достигает пхавы, перерождение духовного я не это тело я душа, частичка Бога он начинает ощущать и тогда это сгущается пхава и все поглощающие прямо на этом уровне человек не может совершить ни одной ошибки ни одного оскорбления невозможно, говорится когда вы любите Бога можете делать все, что угодно никакого греха вы просто не способны сделать если человек роняет божество толкает совершает серьезное оскорбление серьезное оскорбление а что делают мальчики и пастушки? они борются с Кришной и валят его на землю но это любовь и никакого оскорбления это игра вот вам пример когда человек если какая-то такая према становится либо другом либо возлюбленным либо родителем такие отношения как может быть совершить оскорбление? в таких близких отношениях может даже ссорить за с Кришной и Шода и с Кришной ругаются каждый день потому что и Шода воспитывает его ругает а остальные жалуются соседям ворует он у вас этот ребенок он вор ворует масло и что-то смотрит на Кришну прямо в лицо смотрит а он такой невинный что даже не верится смотрит снова на гопи нет тоже вроде правду говорят Кришна зачем ты воруешь масло? у тебя что? если что плохо кормлю почему ты ходишь по дворам воруешь масло? говорит мама ну ты такая простодушная ну почему ты веришь? ну зачем мне врать у кого-то масло? самое вкусное масло у тебя мама зачем мне воровать какое-то масло? их масло даже даже обезьяны не едят когда он уже объестся и уже не хочет и обезьяны объедятся и уже не едят говорит даже обезьяны ваше масло кому нужно ваше масло? даже обезьяны вот такой Кришна и причем говорится что это внешне выглядит как вот ссоры да? вот какие-то упреки с Богом а Б-хава другая они любят Кришну они так счастливы что Он т.к., из него нет ворует масло что они ему не безразлично. Представьте, Бог залез к вам и своровал что-то. Это очень близкие отношения. Нам бы, знаете, что-то приготовить, чтобы он только принял, пожалуйста, возьми. Не хочешь, ну что же еще сделать-то? Я плохо, видимо. Ну, может, возьмешь. А Гупи прячут от него масло, представьте, он там ищет, как прокраситься туда, как сюда достать это масло, своровать, его ловят. А-а-а, попался. Вот, видишь, руки в масле, рот в масле, ноги в масле, пошли кишонью с уликами. И они его кстати задают Кришну. Это их просто блаженство. Только об этом и думают. Когда Кришна придет, я его поймаю, схлочу. Это чудное дитя. Поведу к Ишу, а он будет притворяться, как будто он такой ребенок напуганный, понимаете. Столько блаженства в этих играх. Ишу, он говорит, Кришна, ну посмотри, ты на кого покушаешь. Ты врал в масло? Говорит, нет, они меня вымазли в масле. Но я, честно, ничего не трогал. И абсолютно невинный вид у него. И это такая ананда, говорится, что отчаяния говорят, я не хочу ни о каком другом думать, ни о какой абсолютной истине, ни о чем хочу думать об этом воришке масла. Вот пусть мой ум весь будет поглощен вот этими поступками. Вот это его походка с колокольчиком, это его тело, вот такое вот маленького ребенка, который боится Ишоду. Как он может бояться? Его боится сам страх. Тут есть, знаете, о чем переживать. Это духовный мир. Но это мир, где отсутствует зависть. Там нет зависти. Поэтому если вы там воруете, это не грех. Потому что там нет зависти и чувства собственности. Все знают, что все принадлежит Кришне. Это все его принадлежит на самом деле. У нас ничего нет. Они прекрасно это понимают. И вот в этом умонастроении, когда мы слушаем об играх Кришны, мы сможем познавать Бога шаг за шагом, все ближе и ближе приближаться к этим играм, потому что они до сих пор где-то происходят, эти игры. Это вечные игры. И в Сима-Бхагаватам описывается есть необычные истории о Кришне. Маленький эпизод, как, например, Идура, он был в паломничестве. И он в паломничестве встретил Удаву, очень близкого друга Кришны. Кришна ушел с планеты в это время. Преданные тоже многие ушли. Никто не хотел тут оставаться. Удхава тоже хотел сразу уйти вслед за Кришной. Но Кришна сказал перед угодом, Удхава, ты должен остаться. Это было больше его сил. Зачем? Этот мир просто без тебя. Это мертвая вселенная материальная. Если тебя здесь нет, души всех живых существ, зачем мне тут оставаться? У меня нет интереса жить в этой мере. Кришна должен остаться, потому что именно ты знаешь науку предного служения больше всех, ты должен передать ее другим. Вот когда выполнишь эту миссию, ты вернешься ко мне. И Ведуров встретил Удхава. А Удхава сказал, я тебе наставление давать не могу, дорогой Ведура. Ты старше меня, ты в годах. Ты мне в отцы годишься. Не позволяет моя совесть и этикет получать тебя. Ну, а ты пойдешь к Матреи. Нет. Нет, погодите. Я не об этом хотел сказать. Удхава. Увидел, да, Ведуровил Удхаву. И Матрея тоже там был. Тоже там был. Но. Нет, нет, правильно, правильно. Удхава говорит, иди к Матреи. Он старше, и он даст тебе наставление. Он присутствовал во время нашей беседы с Кришной. Вот она история. Поэтому он даст тебе наставление. Он там был. И Ведуров пошел к Матреи. Это великий мудрец, Матрея. Мне кажется, это друг. Я всегда его, насколько я помню. Великий мудрец. И Ведура спросил о Кришне. Матрея сказал, Дорогой Ведура, послушай меня внимательно. Я понял, что я не преданный, когда я увидел Кришну. Благодаря по милости Удхава мне удалось увидеть Его. Когда они беседовали, мне довелось там присутствовать. И они меня не прогнали. Но Кришна ни разу не посмотрел на меня. А тут в глаз не отрывал. Так они разговаривают. И помимо всего прочего, дорогой Ведура, Кришна поинтересовался о тебе перед уходом. Ведура спросил про тебя. И Ведура потом рыдал все это время. Что? Верховный Господь про меня спросил перед уходом. И вот три слова так сказано. Он так плакал, так переживал это все. Он не смог забыть Кришну никогда. Это отсутствие зависти. Право, право, право. Будь поглощенным. Ты никогда не забьешь из пути. Ты не забудешь такие вещи. Куда бы тебя жизнь не забросила, ты вернешься ко мне. Будут потрясения, будут невзгоды, будут счастья, несчастья, будут потери, будут приобретения. Ничто тебя не собьет с толку. Ты мой преданный. Мой преданный никогда не погибает. Не сбивай с толку двойственность. Ни счастья, ни горя. Его не поколеблет. Такая слава преданных. И здесь, сейчас я открыл стих другой, из Шамадбхагава. Здесь будет говорить Господь Капиладев, еще одна инкарнация Кришны. Как сын Девахути, он пришел. И он говорит это никому иному, как своей матери, для нее гуру. Она задает на вопрос, осознавая его положение, потому что мудрец Кардама, муж Девахути. И когда он принял саньясу, Девахути сказала, я с чем останусь? Ты идешь к Богу, а я простая женщина. Я прожила в чувственных наслаждениях. Я жила хорошей жизнью. Ты дал мне все. Все наслаждения рая. Долгую жизнь. Но теперь ты идешь к Богу, а я-то куда пойду? Я бессмысленно прожила жизнь. Что ты мне оставишь? Ради бы спасения моей души. И вот Кардама сказал, не о чем тебе печалиться. Абсолютно не о чем. Очень скоро у тебя родится Верховная Личность Бога. О чем ты печалишься? Твоим сыном будет Бог. Так что отпускай меня, я принимаю саньясу. И вот в Девохоте родился Капил Адеев, который раскрыл науку чистого, любовного, преданного служения. Освободил собственную мать. Из ус, вот рождения и смерти, говорится. От мая. И тут он говорит на вопрос в Девохоте, отвечает. Поглощенный мыслями обо мне, преданный не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая Сатио Локу. Сатио Лок — это Брама Лока. Высшая планета Вселенной. Планета Брамы, Творца Вселенной. Написывается в Пуранах, что она практически подобна духовному миру. Там нет рождения и смерти, как у нас. Нет болезней и старостей. Жизнь практически вечна. Пропад говорит, что даже математики не смогут представить срок жизни, который жители Сатио Локи. Жизнь Брамы на Сатио Локи — это жизнь всей Вселенной. Это время жизни всей Вселенной. Это триллионы, триллионы, сотни триллионов лет, 311 триллионов, 40 миллионов земных лет. Это вся целиком кальпа, жизнь Брамы. Это Брама Лока. Когда низшие планеты и средние разрушаются к ночи Браме и снова восстанавливаются утром, этот Сатио Локи не становится незатронутой. Здесь многое, что происходит внутри Вселенной, разрушение созиданий. Но Брама Лока остается незатронутой. Она превыше. Счастье Брама Локи в десятки, сотни раз, сотни и сотни раз превыходит к счастью земного мира, как говорится. Там женщины красивее. В сотни, в сотни, в сотни знаков. Как это представить, конечно, нам? Даже математики не могут представить количество времени. Что же мы как можем представить образы тех женщин, тех мужчин, тех мудрецов, самого Господа Брама, Творца Вселенной, который не является Богом при этом? Здесь говорится, когда человек поглощается мыслями о Боге, человек, не полубог, обычный человек, то он не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая саде Локу. Он равнодушен к этому может остаться. Его нисколько не прелещают восемь материальных совершенств, обретаемых в процессе практики мистической йоги. Лахима ситха, махима ситха, анима ситха, прапти ситха, камавасаито ситха. Это мистические силы, которые обретают йоги. Фактически нет ничего невозможного в материальном мире для тех, кто обладает этими ситхами, как Равана. Демон обладал всеми восьми ситхами. У него было десять голов, мог превращать материальные элементы, трансформировать, как ему заблагорассудится. Он мог попадать на высшие планеты с земного уровня, пересекать измерения и пространства. То есть, практически он действовал абсолютно свободно. Он знал веды в совершенстве, этот демон. Его не могло убить ни одно живое существо, а благодаря его аскезе. И даже это не прельщает преданного, который поглощен мыслями о Кришке. И более того, он не стремится попасть даже в царство Бога. Представьте себе. Ну ладно, он не стремится на сайте лоха. Есть что-то лучшее, конечно же, есть духовный мир. Он не стремится быть могучным и сильным, как Бог. Ну хорошо, он смиренный, но он даже с Бога не имеет желания возвращаться. Что это за сознание такое? Но сам того, не желая, преданный уже в этой жизни наслаждается всеми мыслимыми благами. То есть он не сосредоточен на этих наслаждениях. Видите? Он наслаждается всеми мыслями, немыслимыми благами. И материальными, и духовными, говорится. Все ему позволено в этом сознании. Но он не сосредоточен на этом, не желает этого. Не думает об этом, что он наслаждающийся. Випхути, или дары, которыми соблазняет нас Майя, Парупада пишет, многочисленные, разнообразные. Даже на этой планете можно испытать множество материальных удовольствий. А на высших планетах Чандра Локи, Солнце, или еще выше на Махар Локи, Джана Локи, и Тапа Локи, не говоря уже о вершине материального мира обители Господа, Брамы, Сатя Локи, возможности для чувственных наслаждений поистине неисчерпаемы. К примеру, продолжительность жизни на высших планетах гораздо больше, чем на Земле. Говорится, что на Луне один день длится шесть земных месяцев. Что же касается жизни на самой высокой планете Вселенной, то мы даже представить себя не можем, как долго живут ее обитатели. Бхага Вагите скажет, что даже математики не способны оценить, сколько длятся 12 часов жизни Брамы. Все это находится в сфере действия внешней энергии Господа Майи. Существуют также другие формы наслаждения, доступные йогам, развившим в себе мистические способности. Но эти способности тоже материальны. Преданный никогда не стремится к материальным удовольствиям, хотя стоит ему пожелать, и он получит их все сполна. Милость у Господа преданная, если он того хочет, может обрести любые материальные блага. однако истинный преданный равнодушен к ним. Господь читания Махапрабу учил, что преданному не следует стремиться к материальному достатку и славе или искать наслаждение материальной красоте. Он должен желать только одного всегда преданно служить Господу, даже если ему не удастся достичь освобождения и придется снова и снова рождаться и умирать. Однако на самом деле тому, кто занимается деятельностью в сознании Кришны гарантировано освобождение. Преданным доступны все богатства высших планет материального мира и планет Вайкунхи. В данном стихе особо подчеркивается Бхагаватим Бхадрам на планетах Вайкунхи царит вечный покой и тем не менее чистый преданный не стремится попасть туда. Однако сам того не желая он уже в этой жизни получает доступ ко всем благам как материального так и духовного мира. Что происходит? Грим Нишкам карма преданное служение называется Нишкам карма то есть карма деятельность но без желания выгоды. Но закон кармы гласит что если какое бы деятельность вы не исполнили плод должен прийти тогда что же сделать с этим плодом? Если вы не получаете не принимаете этот плод вы только делаете для Кришны но ничего взамен не принимаете тогда как же быть с этим законом? Ведь плод все равно должен прийти к вам именно непосредственно Кришна в затруднении становится то есть этот закон не работает на преданного но он-то он-то является деятельностью как же ответить ему какой же плод даровать ему никакой материальный плод не интересует он ничего никогда не просит у Господа он просто ему служит с любовью из любви просто отдают все что у него есть и тогда Кришна говорит я в долгу у тебя я попадаю в долг и если даже я подойду к такому преданному чистому как гопи когда этот преданный великий мудрец прошедший все эти аскезы все эти покаяния прошлой жизни изучения вед становится гопи духовная форма женщины красивой перед Кришной если даже я подойду скажу дорогая гопи ты столько для меня делаешь ради меня ты пожертвовала всем своей репутацией честью чем угодно вот тебе золотой перстень с бриллиантом это же будет оскорбление как я могу такое сделать если я что-то предложу материальное это просто оскорбит их любовь мне язык не повернется предложить им что-то взамен и как же быть как же наградить и вот тогда Кришна говорит мое слово моя награда заключается в том что вот это преданное служение которое вы выполняете гопи по отношению ко мне и будет вам высшей наградой и высочайшего блаженства не будет кроме этого чистого преданного служения в самом преданном служении вы найдете все потому что ничего другого не принимают Кришна говорит что чистое преданное служение это высочайшее совершенство над всеми мистическими силами способностями знаниями есть любовь чистое преданное служение то есть эта глава называется превосходство чистого преданного служения над всеми видами деятельности практик и это чистое преданное служение как ни странно скрывается в ведах ну вы понимаете почему это тема первого дня Вы не можете открывать это завистливым людям. Вот есть трудность. Кришна говорит, предайся мне, Савратарна Паритяджа, а я тебя защищу от всех греховных реакций. Потом, сначала предайся, потом я полностью окажу тебе защиту. Хорошее утверждение. И многие люди предались благодаря этому стиху. Но веккали люди не предаются, даже читая этот стих. А они говорят, а вдруг он потом не защитит? У них нет такой веры, они не развиты духовно. Они не понимают Кришну. Они говорят, мало ли что обещают Священное Писание. А вдруг потом это не будет так, как написано? У меня нет веры в Священное Писание, в Бога такой веры нет. Я не могу принять просто на веру это утверждение. Представьте, нужно всю жизнь посвятить. Риск большой. А потом ноль может быть. Неудача, осечка. Ну, говорит, ну, погорячился я тогда, сказал, знаете, не подумав. Простите. Как они строили кому-то смотреть? Ну, не получилось. Ну, что ли? И у нас такой опыт есть в материальной мере, что никакие обещания не исполняются, как мы хотим. Поэтому, когда Кришна говорит, предайся мне, Савратхану, все оставь, просто мне предайся. Я тебя сам лично буду защищать от всех грехов твоих, ошибок, которые ты совершишь. И ничего не бойся, Машуча. И преданные, то есть люди в Калиюгу говорят, нет, опасное утверждение. Тогда Кришна думает, что же делать в Век Калию? Я рассказал все о Бхагавадгите, но люди не понимают меня. И вот тогда он приходит, как читание Махабрабуги, которые такие условия не ставят. Он просто приходит сам, как преданный. Сам Кришна. Переходит, как преданный. Начинает петь, танцевать, слушать о Кришне, о Кришне. Все эти признаки экстаза, он проявляет все восемь признаков экстаза в его теле. И дрожь, и спарины, и столбняк, может быть. Однажды он свернулся вот так в колесо, и шесть часов на Киртане так стоял. Господь читает. Однажды съел 40 килограммов фрица в экстазе. В экстазе можете тоже съесть много присады. И все будет хорошо, не беспокойтесь, не будет заворотки шока. Еще потом прыгать можете даже. И ничего страшного не произойдет. Если это экстаз. И вот господи читание привело в такие эмоции, такую силу чувств, что иногда у него вместо пота кровь выступала на Киртанах. Представьте. И он так подпрыгивал вверх, высоко. 2,20 метров. 2,20 высотой. Тело нежное, как взбитое масло было у него. И переливалось, как расплавленное золото. Это было чудо, света. И когда он так попрыгал их в Киртане, в экстазе, вливаясь слезами, вот так вот вверх, вот эта вот масса господа читания, такая нежная, большая, он так вот плашмя, потом падал на землю. И мать Шача вздрагивала. Она говорит, мама же. Она не видит в него Бога. Мой сын, он кости переломал там. Боже мой. Но он вставал и снова пускался в пляс. То есть никто не знал, что это за природа такая. Читание Махапрабу. Здесь люди, если вы будете петь Харинаму пойдете, среди местных людей, они будут вам кланяться в ноги, как вчера. На берегу, помните? Они заинтересовались, прибежали. Там было 250 русских. Сошедших с ума от Кришны. А они местные. Они знают, кто такое Махапрабу. Читание Махапрабу. Они поклоняются в этих храмах. Читание Махапрабу. Они знают, что он говорил, эти предсказания, что через 500 лет будут воспевать. И первая Россия. Бакюна Такур сказала. Он здесь жил, Бакюна Такур неподалеку. Первая Россия, потом Пруссия. С них начнутся уже вот эти вот. Но в каждом городе, деревне будут воспевать святые имена. Они это слышали и думали, где же, где же, а тут русский приехал. В Тхоти, в Саре, с Киртоном. Там особенно одна бабушка спустилась, сразу стала кланяться в ноги. И просто она так переживала. Потом еще долго ходила, пела. Хлопала в ладоши, уже после Киртона не могла остановиться. Так это ее потрясло. Бенгалка. Они сердцем это знают. С детства, потому что они в сознании Кришны. С рождения. Для них это, представьте, просто такой подарок Махапрабу сказал, и это происходит так, как их вера увеличивается. Вы проповедуете, одними, только внешним видом здесь говорится. Выходите в Саре, в Схоте, и все. Для них этого достаточно, чтобы убедиться. То есть Господь Читания, это скрытая аватара, чхан-аватара. Он приходит не как Бог, а как преданный Богу приходит. И вот он поет, танцует, слушает и проявляет признаки экстазы. И так он распространяет эту пхаву, любовь, сразу раздает. Без условий. А всегда человек завидует. Знаете, что было однажды на свадьбе Господа Читания? Когда Господь Читания женился, он раздавал очень щадные пожертвования. Никто до него столько пожертвований не раздавал браманам, людям. Никто столько не раздавал даров, просада. Там были горы, всяких подарков, и золота, и шелка, и пища была самая лучшая. Это была свадьба Верховного Господа, представьте себе, Новодипа. Она была очень богатая, это Новодипа. Индия, и несу светом богатая страна была до разграбления. Тут стены храмов инкрустировали драгоценными камнями. Дворцы делали драгоценные камни. Из одного в риндала вывезли 200 караванов золота, драгоценных камней. 200 караванов верблюдов в свое время. Это очень богатая страна была. И Господь Таня, Он тоже ходил весь в золоте, люди ходили все в золоте. Если уж не давали пожертвования, то там было что-то. И на свадьбе Господа Таня, это была не просто какая-то свадьба. Но это была уже кальюга. И браманы стали жадными. Они подходили за пожертвованием. Думали, вот бы еще столько. И видели, столько народу здесь, столько богатых. Никто не заметил. И второй раз стенылись в очередь. И Господь Таня, конечно, сразу это замечал. И Он удваивал после этого пожертвования. Вот так вот действует. Даже завистливые люди, говорится, получали эту милость. Им становилось стыдно. Господь Таня, Он закрыты глаза у Него в экстазе. И слезы текут. Поэтому если кто-то, Он в такой разлуке с Кришной, что если кто-то, вот просто даже случайно, как попугай, произнесет рядом с Ним Харе Кришна, Он сразу обнимет его, скажет, ты у меня спас жизнь. А если Он обнимает кого-то, Он передает према. Это его трансонентная игра. И похоже, что нас коснулась какая-то пыль со стоп Господа Читаний. Что говорится, что когда преданные Господа Читаний воспевали тильтон вокруг Него, все, кто Его видел, становились преданными. Все, кто касался этих преданностей, становились преданными. Пыль поднималась. На кого пыль садилась, становился преданными. И те, кто видел того, на кого села пыль, тоже снизился преданными. И те, кто видел того, кто видел, кто запылился и так далее. И в конце концов, русские тоже когда-то стали преданными. Что Павпад эту пыль принес даже в Россию, смотрите, на своей голове он принес эту пыль с стоп Господа Читаний и посыпал тоже на наши головы каким-то образом. И мы готовы с вами расстаться даже с завистью, с самым дорогим, что у нас есть в жизни вообще. Мы говорим, да пусть проклятая, это зависть вообще. Я хочу Господа Читаний, хочу служить Ему, ничего не надо мне. Конечно, бывает шадность. Понятное дело, когда никто не видит, бывает. Но когда только кто-то сказал, да не надо ничего, забери преданному таку. Нет, 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 все больше, отныне ничего мне не нужно, все. Ну да, Господь Читаний, так, есть. Как бы мы хотим стать преданными изо всех сил. Вообще-то это невозможно, имея зависть. Но говорится, вот Господь Читаний делает невозможное возможным. Он взламывает замки, семь замков, семь дверей, скрывающие прямо в акте. Что туда подойти нужно иметь чистое сердце. Он взламывает все это. Просто раздает из них запасников. Вот так вот все на улицу при помощи Харинамаса, Киртаны, танцев, пения, прасада. Киртаны незабываемо описываются читанием Англии, читанием Шаритамрити. Господь Читаний распространялся в четыре формы Радхаятрии. Четыре экспансии выделило в разных... Да не было микрофонов тогда, усилителей. Было, скажем, там сколько, 12 маридангов по 80 килограмм. Мариданги такие специальные есть. Вот брехат называется мариданга, такая громкая, глухая, глиняная, тяжелая. Вот такие сильные маридангисты были. 12 или 20, такие же караталы и все такое. И громовой голос, там певцов иногда они в несколько голосов пели, чтобы озвучить Харинаму. А когда очень большая Радхаята, то четыре и несколько групп делали в разных направлениях Харинамы. И Господь Читания разделялся в четыре экспансии, так видели очевидцы в этих группах. То есть он проявлял также мистические способности. Это, пожалуй, все, что я сегодня хотел сказать. Если есть время, то несколько вопросов, пожалуйста. Там была рука, да? Почему в Америку? Почему в Америку? План был таков. Нет, он мог бы поехать и в Англию, потому что его духовные братья не в Англию и ездили проповедовать в западный мир, в Англию. Но Америка была самая богатая страна. То есть стратегия была именно такова, что если самая богатая страна мира будет принимать сознание Кришны, все примут автоматически. Так и произошло. Что, казалось, не хватает Америки, самая богатая страна мира. Но пропады приезжают туда, а там хиппи. Хороший пример вообще, потрясающий пример. Людям надоело это богатство, это просветание, они искали смысла жизни. Оттуда началось движение. В России пропадывал всего три дня. Семьдесят первый год. И посмотрев на лица людей, когда он гулял на Красной площади, одна потом женщина пришла, через долгие годы, многие годы, и она сказала, что видела Прабхупада, когда он гулял по Красной площади. Я шла за ним по пятам, хотя шла в другую сторону сначала, в этих револях шла по пятам, потом думала, что это за ним иду, почему? Он был очень необычный человек. Он так смотрел, как будто, знаете, как царь ушел. Вот что-то ее увлекло за Прабхупадой, потом она застеснялась и ушла, но она вспомнила это. И Прабхупада, когда гулял, он сказал, что... Да, это было июнь, 22 июня. И он увидел, что утром рано поливные машины поливают дороги. Он сказал, что это очень хорошо. То есть, видимо, не видел это в других странах. Говорит, в России поливают улицы водой, говорит, это очень хорошо освежает. Потом увидел лица людей. И сказал, недостаток духовной энергии, они угрюмые ходят. И аскетичные очень. Нет такой рекламы, как на Западе, одежда очень простые у них. И угрюмая святая аскеза. То есть люди нуждаются в духовной энергии. Он сказал, что это страна преданных в будущем будет. Увидел храм Василия Блаженова и сказал, что это будет храм Радхи Кришны когда-то. Очень красивый храм, понравился. Потом встретился с нашим Котовским востоковедом. Это записанная беседа с ним, как они разговаривали. И Котовский сильно-сильно боялся этой беседы, потому что он был под наблюдением. Он очень боялся принимать какие-то духовные темы, потому что эта страна была атеистическая. Воинственный атеизм. Он боялся говорить что-то откровенное с Прабхупадой. Позже он дал интервью, уже после этого. Позже, в 90-х годах, где-то в 2000-х годах он снимался с преданными. Он рассказал все, как было на самом деле в его душе. С большим почтением Прабхупады. И согласился, что все, что Прабхупада сказал, сбывается. Он пророк. Он подтвердил это. Я имел, говорит, честь. Но, говорит, поймите, я был под постоянным контролем. И меня, говорит, больше всего испугало, что Шьяма Сундар, который был с Прабхупадой, включил магнитофон, когда мы начали разговаривать. Вот это, говорит, меня выбило из Кореи. Прабхупада пытался о душе говорить. Напрямую, представьте себе. И один преданный появился, увидел его за эти три дня, стал преданным. Он, собственно, распространял по всему Советскому Союзу. Он уже ушел с планеты, умер, этот преданный. Его самат Хиориндавани. Он пережил заключение тяжелые дни. Был очень сильным проповедником. Я его хорошо помню, как он проповедовал. Очень сильный могущество был проповедник. И он видит Прабхупаду. Существует три способа повторения Маха-мантры. Можно ли повторять круги на четках в уме, когда нет возможности приносить мантру в слух? Если вы дали обеты 16 кругов, то в слух их повторите, остальное можете в уме. 16 кругов, слух повторяйте. Звук очень важен. Звук именно контролирует ум. Говорится, что полубоги тоже созерцали вселенскую форму. И имели ли они также глаза Кришны или его зрение, или видели его по-другому? Я слышал, что они видели немножко по-другому эту вселенскую форму. Не так полно, как Арджуна. Они бы не выдержали этого. Арджуна не полубог, но он спутник Кришны вечный. И он не смог выдержать созерцание этой формы. Означает ли то, что душа демонов входила в тело Кришны и персональное освобождение? Да, это было персональное освобождение с Аюджи Мукти. Почему мы называемся Рупа-нугами? Почему, например, не Джива-нугами или Санатана-нугами? Рупа Госвами наставил самое важное наставление Бахти. Он написал Бахти Рансамрита Синдум. Мы следуем его наставления. Вот в этой книге также Рупа Госвами написал «Нектар наставлений». Эту книгу наизусть знает каждый занятий. Это самое важное наставление от Рупы Госвами. Поэтому Рупа-нуга. Хотя и Санатана-нуга тоже. Почему нет? И Прабхапада-нуга тоже. Можно. Но так, традиционно Рупа-нуга. Что делать, если я ощущаю зависть от преданного, с которым близкие отношения? Петь так, делиться сокровенным или терпеть? Собственно, сердца не хватает, чтобы не чувствовать ту зависть, преданный сам признался мне, что завидует. Терпите. Терпите по мере служения, зависть должна уменьшаться тоже. Почему Камси не мог войти во Вриндаван? Пурномаси не пускала. Есть целая история об этом, но сейчас не расскажу пока ее. Пурномаси, бабушка Пурномаси. Проблема большая. Как должен ученик относиться к своему духовному учителю? Искать встречи с ним, всегда стараться послужить лично или не пытаться крутиться вокруг и просто выполнять его наставления, зная, что у него очень много учеников рядом. Значит, как? Искать встречи с ним. Да, может быть. Но не в том духе, что Гурума, хорошо, я здесь. Смотри, Кришна. Не в этом духе. Это беспокойство приносит. Можете искать встречи, так вот просто. Даршин такой иметь, как бы, как... Я тоже смотрю на духовную очередь, так издали, смотрю, так вот, смотрю. Мне нравится на него смотреть, как он двигается. Как слуги рядом. И пока он не исчезнет, я так вот, посматриваю туда, вот, все. Меня иногда не видит. Или иногда я так, раз, в сторону этой души, меня не видел только. И так он проезжает. Но он так обычно, раз, все посмотрит. То есть, это хорошо, что ты повторяешь мантру, сказал прабхупаду, но не означает, что должен беспокоить духовного учителя. Когда один ученик громко повторял мантру, это хорошо, но не означает, что должен беспокоить, так что иди куда-нибудь в другое место повторяй. Как говорят, нам говорят, что молитесь Господу Кришне и просите Кришну о милости. Все же в то же время говорят, вы не можете просить Кришну напрямую. Надо через духовного учителя. Пожалуйста, поясните, проясните, как это делать на практике, как совмещать. Хорошо. Будем опираться на то, что прабхупад сказал. То есть, чтобы обратиться к Кришне, сначала обращаемся к Гуру. Что это означает? Это не то, что сначала в этот кабинет пройдите, подпишитесь, значит, свое, значит, прошение, а потом с этим, после этой прописи, идите, значит, в другой кабинет. Нет, это такая внешняя сторона. Здесь имеется в виду что? Когда мы вспоминаем Гуру, вот это очень важно, потому что именно тогда мы настраиваемся смиренно. Источник смирения, и именно духовный учителя непосредственно. Гуру бывает очень строгим, серьезным или недовольным. То есть, вот так он себя ведет. И ученик перед Гуру всегда чувствует смирение. И вот это важно. Вот, вот, вот. Вот когда вы в таком смирении, можете обращаться к Кришне. Все хорошо. Гуру присутствует. Вот, вот это вот подпись, печать. Вот это вот право обратиться к Богу со смирением, без глупостей, без всяких шоу. И именно от сердца, именно по-настоящему. Как понять, в какой момент преданием Кришне будет отречься от чего-то, когда преданием будет что-то принять? Как почувствовать и отличить голос Кришны от голоса ума? Пока преданный так думает, значит, еще не отличает голос ума от голоса Кришны. И все же, дорогие преданные, учите слушать свое сердце. Это очень важное наставление. Хорошо, что вы слушаете наставление духовного учителя. Пытайтесь следовать. Так и нужно делать. Но также учите слушать свое сердце. Потому что наставления, которые мы слышим, духовные, не отличаются от того, что Кришна говорит вам в сердце, Параматма. Учитесь слушать сердце. То есть, знайте, что Гуру находится в сердце. Если вы поместите Гуру, наставление его в сердце, вот тогда вы знаете Кришну. Потому что, прежде всего, мы обманываем сначала себя, из-за материальных желаний. Но если мы внутри себя поместим Гуру, мы не сможем обмануть себя. Гуру там будет присутствовать. То есть, эти наставления, как это происходит? Мы слушаем, а потом запоминаем. И когда мы действуем, мы чувствуем, вот это нехорошо, Гуру не хочет. Я помню, вот так надо, вот так Гуру говорил. Мы начинаем действовать согласно тому, что мы в сердце поместили. И вот это правильно. И постепенно мы начинаем слышать все эти вещи. Потому что обман не так страшен, как самообман. Если вас никто обмануть не сможет, если вы искренне говорите. Но если мы хотим быть обманутыми, нас обманет любой. Говорят, что сейчас специально выращивают тулы сена в плантациях, а потом их вырывают для канхимал, то есть насильственно уничтожают. Это принимает огромные масштабы. Преодные покупают потом эти канхималы. Не оскорбление ли это, будут ли потом последствия, должны ли мы покупать канхималы. Ну тогда покупайте во Вриндаване канхималы. Не вот это производство, которое, если это так, как вы пишете, я не знаю, честно говоря. Иногда покупайте во Вриндаване канхималы. На Радакунде покупайте канхималы. Вот там чётки берите. Никогда во Вриндаване никто так не сможет поступить, с прижимаясь. Невозможно это. Это делают материалисты. Они очень изобретательно предприимчивы. В этом плане. Как сказал один сумасшедший саняся, пропад назвал его. Какой, говорит, толк выращивать тулы си, лучше выращивать баклажаны. Вот так он проповедовал. Но преданный никогда не позволит себе такого, это невозможно. Поэтому не покупайте у материалистов. Ну, а те спросите, куда тулы си ваши? Ну, поговорить, ну не знаю, что это такое. Тулы си на шее означает, что вы собака Кришны. Это священное дерево, все очень дорого Кришны. Конечно, преданный не будет так поступать, такие плантации выращивать, так поступать. Никому это не понравится. Да. Ари Кришна. Спасибо большое. Шахарапан. Спасибо.